Всем привет, ребят, с вами я, Кира. Сегодня я сходила в магазинчик, но, так сказать, закупилась только к чаю, потому что там как бы овощи у меня есть, мясо у меня есть. Ну и сейчас я вам все подробненько расскажу. Вот, но перед этим хотела бы кое-что прокомментировать. В предыдущем видео, да, на предыдущем видео, вернее, собралось так много очень негативных комментариев, да, и писали мне в личные сообщения ВКонтакте, и в Инстаграм там тоже комментили. Вот, мне написали, значит, что честно, я к хейту отношусь вот на данный момент, да, уже довольно долгое время мне серьезно. Но, знаете, когда это пишут те люди, с которыми ты общаешься, пусть даже в комментариях, а я этого человека, я не знаю, кто это, девушка, мужчина, не знаю, честно, там может сидеть кто угодно, правильно, вот. И когда общаешься с этим человеком, он вроде все конструктивно так комментирует, да, вроде отвечаешь на его комментарии, все-таки идет как бы хорошо. Но когда этот человек вот так вот ни с того ни с чего, да, увидев мою прическу, вот такую вот ужасную прическу, начинает писать негатив, то, что я какая-то падшая женщина, да, стала с такой прической, просто падшая женщина. Понимаете, обидно не то, что вот комментарий падшая женщина, нет, блин, мне вообще, честно, мне фиолетово. Обидно то, что нет такого, понимаете. Вот если бы на самом деле такое было, как бы, ну, ну, правда, правда, да, то есть никуда от этого не деться. Но обидно то, что вот такого нет. У меня мужика уже нет 3 года, блядь, какая падшая женщина, очень серьезно. Вот, и вот на это, да, я на это среагировала. И кто меня смотрит довольно долгое время, они знают, если вот меня чем-то обидеть, меня чем-то задеть именно тем людям, с которыми я общаюсь, которым я доверяю, да, которым я постоянно отвечаю, то, блин, ну, все, общение потеряно, связь потеряна. И, то есть вы можете понять, что как бы этот человек, что бы хорошее в дальнейшем не писал, я этого человека просто не буду воспринимать. Еще раз повторюсь, это не из-за того, что он написал плохой комментарий, это из-за того, что у него было ко мне хорошее отношение, у меня было к нему хорошее отношение. Даже, да, даже вот так вот, ребят, тот, кто постоянно комментирует, я считаю их, ну, какими-то своими людьми, да, а тут бабац вот такое мне, да, может, он был не в настроении, но меня это же не должно касаться, да, я очень тоже часто бываю не в настроениях. Но когда мне начинают указывать, когда мне начинают говорить, вот это нужно было сделать так, это нужно было сделать так, а вот это вот так, а зачем ты вот это сделала? То есть это моя жизнь, и я сама разберусь, что, да, и как делать. И поэтому, когда вот мне пишут какие-то такие указания от тех людей, с которыми я вроде нормально общалась, я к этим людям, ну, никогда не буду относиться хорошо больше, все. То есть не то, что относиться хорошо, а не буду воспринимать вот их как-то, ну, как прежние, да, воспринимала. То есть я вот такой, да, я очень злопамятный человек, да, ну, так и есть, я этого не скрываю. То есть если меня какой-то близких друзей, конечно, у меня нету, но если меня обидит, так сказать, какой-то друг, да, или с кем я общаюсь долгое время, то все, это отбивает вообще все навсегда, да, это, многие об этом знают. Поэтому не нужно никогда мне указывать и говорить, что мне делать. Это моя жизнь, вы разбирайтесь, пожалуйста, со своей жизнью сами, да. А насчет вот этой прически, которая вот у меня сейчас, да, знаете, я кайфую. Она многим не понравилась, да, я похожу на ведьму, да, я похожу на бабу-югу, но, знаете, я кайфую, я кайфую от своей прически. Знаете, почему? Потому что когда ты выходишь на улицу и идешь, все сразу же обращают на меня внимание, а мне этого внимания не хватает, мне вообще никогда не хватает внимания, вот. И мне не важно, что они подумали, хорошо это или плохо понравилось им, не понравилось, мне плевать, честно. Самое главное для меня то, что человек обратил внимание, правильно? Значит, я его задела, если, тем более, он что-то сказал. Значит, его это задевает, значит, я иду в правильном направлении, так сказать. И особенно мне нравится, когда вот идешь по улице, там, с кодцами или, я не знаю, с кудрями, вот с этими, да, и мужчины какие-то, женаты, которые идут с женами, да. А вот сейчас я буквально шла, мужчина такой, вау, как прикольно, говорит, посмотри своей жене. Ну, жена, естественно, меня таким взглядом окатила, что я думаю, ну, пиздец, просто я сейчас тут провалюсь сквозь землю. То есть, мне нравится, неважно, хорошо это или плохо, мне нравится, я так хочу жить. Вот. Так, ну что сейчас по поводу покупочки? Ой, каждый день, каждый день, ребят, одно и то же. Конечно, я это не всегда снимаю, естественно, мы каждый день ходим в магазины и закупаемся там и на тысячу, и на полторы, практически каждый день. Ну, сегодня, вот я купила к чаю, и думаю, дайте вам покажу, да, и вы, в свою очередь, прокомментите. Многие пишут, а что ты не покупаешь овощей, там, фруктов, да. Ребят, это все есть у меня, это я все покупаю, то есть, обязательно у меня дети питаются овощами, фруктами, да, мясом и так далее. То есть, идет основное, то, что я вам обычно показываю, это идет то, что я покупаю к чаю, потому что я, ну, как бы не особый любитель вот этого к чаю, там, печеньки, вот это все. То есть, я не особо это люблю, нет. Я могу съесть иногда шоколадку, там, с чаем, еще что-то, но вот такое, вот мучное, я не знаю, я просто не люблю. Не то, что я худею, нет, я не худею, мне насрать вообще, честно, а то, что я просто это не люблю, вот. И то есть, у меня к чаю, собственно, едят только вот дети. Так что не надо, ребят, писать то, что я детей кормлю одной гадостью. Нет, такого нет. Так, к чаю, это, естественно, это у всех, блин, дома дети, да, пообедали или поужинали, естественно, что-то хочется к чаю, да, съесть. Это нормально, я не понимаю, почему с вашей стороны тоже зачастую бывает негатив. О, что-то опять напокупала, что-то опять вот это вот. Ну все, ребят, давайте посмотрим, сделаю такой небольшой обзорчик. Вышло у меня это на 2000 рублей. На 2000 рублей ходила я покупать в Перекресток. Салфеточки, которые постоянно нужны, да, на кухне. Это виноград, киш-миш, кстати, очень сладкий сейчас виноград, он у меня вышел на 60 рублей килограмм. Киш-миш у нас сейчас стоит 109 рублей. Вот такие вот колечки, звездочки с молочком утром, да. Так, дальше, значит, взяла вот такой вот батончик, как это правильно называется, чебата. Стоит 69 рублей. Так, дальше у нас взяла себе вот такой вот батончик, да, с маслицем. Утром очень хорошо, как он называется. Называется батард ржаной. Значит, творог обезжиренный. Хотела взять... Обезжиренный вообще, по идее, ребят, смысла брать нету. Хотела взять какой-то 5 или 9 процентный, но что-то там вообще ничего не было. Там был 9 процентный, но он уже подходил совсем к сроку, и поэтому, ну, пришлось взять вот такой вот. Потому что утром тоже у меня старшая любит творожок со сметанкой. Да, вот, собственно, сметанка вот такая вот, кубанская буренка. Сушки с маком к чаю. Вот эти, кстати, они самые вкусные сушки. Так, конфетки. Ротфронт. На 110 рублей вышли. Я люблю вот такие вот конфетки. С кофе особенно, так, знаете, скушать. Так, дальше у нас идет шоколадка Милка. Молочная. По, что-то, 49 рублей. Тоже по акции. Вот такие вот трубочки с молочком. Молочко у меня как раз там есть. Тут как-то была реклама, знаете, чипса Флэйс со вкусом KFC. И вот, в магнитах, не в пятерочках, такого нету. Вот, увидела здесь перекрестки. 129 рублей. Попробуем сегодня. Рифленый вкус, вдохновленный KFC. Не знаю вообще, что там за вкус. Мне даже очень само интересно. Поэтому сегодня будем пробовать. Так сказать, иногда можно. Попробуем. Поэтому не обессудьте. Картошка. Картошка у нас сейчас стоит 29 рублей килограмм. Картофель. 29 рублей килограмм стоит. Взяла горбушу какую-то за 79 рублей. Честно, не знаю, что это за горбуша. Такую ни разу не пробовала. Она без замочка. Конечно, это плохо. Но то, что она по акции была, меня это как бы заманило. Так, кто у нас производитель? Сахалинская область. Город Южно-Сахалинск. Ребят, привет. Кто из Сахалинска? Будем пробовать вот такую горбушу. Йогурты, естественно. Вот эти йогурты у меня дети очень любят. Мечта единорога. Там всякие зефирки, ванильки и так далее. Вот, также чудо вот эти вот тоже очень вкусные йогурты. Дальше у нас идут печенюшки тоже были по акции. Вот такая вот большая упаковка, 59 рублей. Салфетки влажные. Без салфеток тоже вообще никак. То есть они всегда нужны. Так, тут у нас идут наггетсы. У меня младшая, ну, не часто, конечно, но иногда я разрешаю такие наггетсы поесть. Потому что она, ну, очень любит. Вот. Дальше у нас идет, конечно, порт. Сник, а ты вообще где? Сникуш. Так, колбаска итальянская соляне 129 тоже была по акции. Сникуш, а ты где? Сейчас будет самое интересное для тебя. Так, вот такие вот парочку. Парочку вот таких вот взяла фрутоняне детям какие-то. Новенькие фруктовые вот эти вот смеси, или как их назвать? Фруктовые пюрешки. Вот. Ну, и тут остается... А, вот еще взяла какой-то гель для душа, потому что вот такие какие-то неземные цены по 200 рублей. Там еще по скупо-то. И что-то очень дорого мне показалось. Я решила взять вот такой вот суперфуд гель для душа. Малина, зеленый чай. Давайте понюхаем, как он вообще пахнет. Вкусненько пахнет. А, то есть его нужно куда-то переливать. Ну, понятно, я лох, как всегда, естественно. Так, ну и взяла еще форум. Тут такой вот у нас для улыбаки, да. Тут еще для кого-то есть. Тут для дружка. Вискос. Чапки. Вот такой вот корм. Но это тоже, это знаете, ребят, это просто на два дня. То есть... Вот. То есть вот такая вот закупочка вышла. Это все вышло на две тысячи рублей. В принципе, это можно сказать, как каждый день. Просто сегодня я решила заснять видосик. Вот. А виноград, кстати, вот честно, сейчас он просто обалденный. Мы уже который раз покупаем кишмиш, да. Вот в этом году. Ну, я имею в виду август, сентябрь, да. И он просто, он просто офигенный. Он супер сладкий виноград. Зимой такого, конечно, уже, наверное, не найдешь. Кто это вообще делает? Ой, кто делает, говорю. Где вообще выращивать? Не записано. Ну, в общем, очень-очень сладкий виноград. Снекуша! Снекунечка! Ну, тут тебе кормяшечка, Снекуш. Вот ты мой мальчик маленький. Вот ты мой хороший. Ты посмотри, ты че? Ты на обзор-то не пришел. Ну, Снекушечка! Вкусняшечку дам сейчас тебе. Какой ты будешь? Давай, выберем. Давай, выберем с тобой вкусняшечку. Смотри. У нас есть вот такой. Вот, значит, рагу. Так, у нас есть... Да подожди ты сюда. О, Господи, прости. Сюда ты не лезь. Вот, рагу есть. Подожди. Вот. Есть вот такая. Вот какой будешь? Выбирай. Выбирай. Вот этот, вот этот или вот этот. Какой? Вот этот, да, будешь? Вот этот будешь? Сейчас. Джессичка, Джессичка! Джесси! Джесси! Иди сюда, Джесси! Джесси! Кушать, 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 Джесси! Джесси! Ну, Джесси, походу, там и спит. Ну ладно, если мы всех накормим, это не беда. Кстати, ребят, сегодня, сегодня, короче, шла, когда в школу проводила детей, и, короче, иду. Вот не поверите, ни разу в жизни на меня не срали голуби. Вообще ни разу в жизни, вот вообще никогда такого не было. Я всегда ждала, пока насрут на меня, но такого не было. И тут, представляете, я иду, у меня телефон тут в руке, ну, как бы вот так вот, в плаще, я тут как бы так держу, в правой руке телефон. Да ты мой сладкий. Вот, и, бабах, тепленькое что-то, и как раз-то я держу телефон, у меня прямо в ладошку, короче, упала говешка, вот из этого из голубя, от голубя. Привет от голубя. И я думаю, ё-ка, красоты, блин, она такая теплая была. Ну, конечно, было неприятненько, да? Вот. И потом, значит, чуть-чуть, буквально вот две секунды, и бабац, мне на вторую руку, и вот этот, наплач, ну, вот этот на мой. Два раза на меня сегодня насрали, ребят, два раза на меня сегодня насрали. Представляете? Это что? Это что значит? Расскажите мне, расскажите мне. Джесси, 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 нужно тоже везти эту ветеринарку, потому что она болеет. И не знаю, что делать, ребят, может, у кого есть собака, можете что-то посоветовать. Короче, у меня собака начала очень жестко чесаться и прям вычесывать себе шерсть. Джесси, на-на-на-на-на-на-на, иди сюда. И прям жестко начала вычесывать себе шерсть, и сейчас очень сильно и постоянно чешется. Вот, я что-то уже вроде гуглила там и все такое, но я так понимаю, что нужно будет везти ветеринарку, потому что это уже очень далеко заходит. Вот. Может, у кого-то была такая же проблема, вот, расскажите собаке два года. Может, кто-то что-то посоветует, да? Снегушечка, Снегушечка, ты мой солнышко, ты мой золото, золото. Господи, тюкл, сейчас тебе будет поздравненький, будет тебе поздравненький. Ну, котю, 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 господи, я тебя тоже люблю, я тебя тоже люблю. Довольная морда, да? Довольная морда. Ну, все, ребят, спасибо, что вы просмотрели этот видеоролик, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Я вас всех безумно люблю. Все, с вами была я, Кира Найт, и не забывайте про мой инстаграм и тикток. Пока-пока, сейчас пойдем кормить вот этого вот засранчика, засранчика пойдем кормить, да? И Джессюнечку. Пока-пока. 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 Продолжение следует...